Евангелие от Матфея, 23 глава, 29-32 стих. Горе вам, книжники и парисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. Говорите, если бы мы были в одни, отцов наши, то не были бы сообщниками их в пролитии крови. Пророков. Стих. Таким образом вы сами против себя свидетельствите, что вы, сыновья тех, которые избили пророков, дополняйте же меру отцов ваших. Это тоже все слышали. И это место очень настораживает, кто считает его. Да все-таки они гробницы строили убитым. Хорошо это или нехорошо? Помнить отошедших праведников, пророков, говорится, праведников, и в то же время осуждения. За что? Вопросы постоянно на эту тему задают. Не за то, что они строили, а за то, что они признавали отцами тех, которые убили. А вот уж тут точно все относится к нам. Гробницы можно не строить. Канонизация это самое настоящее украшение гробниц. Канонизация. Сначала убьем, расстреляем Пушкина, а потом ему будем везде памятники ставить. И каждый раз думаешь, ну тогда люди, которые рядом были-то, ну, неужели же они этого не понимали? Кого они убивают, кого они гонят. А вот следующее поколение, оно такое умное, начинает. А в этом же поколении живут точно такие же Лермонтовы, их уже так же стреляют и не признают. А следующее будет теперь им памятники строить. И так идет все время. И наше поколение кончится. И люди точно так же, последующее будут говорить, ну вот этих гнали людей. Неужели они не видели, что это грех, что это нельзя? А ты сегодня оцени в этом вся сущность. Христос и сказал книжникам-парисеям, что они лицемеры. Это лицемерие одно. Когда меня судили, я сказал, вот судья говорит, вот вы насчитали златоустом. Мы вас за это не судим, что вы златоуста насчитали. А то, что вот вы говорите, власть и обличаете. Да я если бы обличал так, как златоуста, а бы живых не было. А вот если бы златоуст сегодня был и ни одного слова не говорил, другого, как кем он тогда говорил, а только этим, вы бы посадили его. Потому что он далеко и как будто нас не касается. Ну подумаешь, в английском парламенте кто-то там помянул. А вот теперь объяснить туда, что вы руководимые дьяволом. Что вас сатанавт поставил на то, чтобы истинный свет гасить. Это именно вы. Вот тут они сразу все зашевелятся. Просто читать слова Евангелия. Ну его в Евангелии упускают, это не запрещенная книга, не Майнканф Гитлера. Но если начать читать и говорить, это вот вы, вы самые, вот вы сейчас говорите, вот такие-то люди, хорошие, во имя их. А как при жизни к этому обращались? Это ваши отцы расстрельщики были, они расстреливали, они сажали патриарха. Они мучили, вымогали у него признание советской власти. Вы родные дети их. То же самое вы делаете сейчас. А вы бы их-то теперь, тех-то, расканонизировали, провели деканонизацию. Эти улицы Володарских, проспекты Ленина-то, почему не переименовать, не дать ему слово название, это Московский, какой он был-то. Значит, а памятники те так и остались лиходеям, убийцам, палачам. Этот стих-то живой. Он прямо нас сегодня касается. Я вот сегодня немного коснулся жития Симеона Столпника. Православные это мифотворцы. Они подписывают, написывают, ну и все пишут монахи. Недавно кого канонизировали, оказывается комиссия была создана специальная, которая принимала свидетельства тех, кто знал, потому что кого канонизировали, они совсем недавно жили. И были люди, которые живые с ними. И одни пишут, вот она была такая, к ней приходили, молились, и она всегда говорила на священников, что ох, и ответят же они. Но эти священники заблудили народ. Комиссия получила про священников, вычеркните, это не положено. То есть они там проверяют цензоры и пишут не так, как было, а как надо. Я верил в Библию, когда читал в 62 году, каждому слову, почему она ничего не скрыла. Вот какой был Авраам, там буквально отрехся от жены, чтобы им написано, чтобы мне хорошо было. Ну трусы, свою жену отдать на постель фараону. И я понял, это так. Считай и дальше. И Бог не говорит, я Бог Давида, а Бог Авраама, Исаака и Якова. Точка. Дальше уже не будет сверху накладывать какие-то образы Ленина, Мава Зедона, там на первых вождей, они в профиль делают. Все, кончилось. И вот в этом-то теперь содружести что делается? Бог Иакова. А Исаака обманывает Иаков, да обманывает прям подло. А слепшего отца под видом другого приходит, и не просто, а с согласием матери, и матушка родная помогает ему. Обложил руки шкуркой. И отца, который уже на грани исхода, вырывает у него благословение. И это написано о том, чьим именем Бог называется, Бог Иакова. Я сразу поверил, да, это так. Здесь ничего не приукрашено, не цензуровано, не подрихтовано. Мое сердце сразу склонилось к этому. Библия права. Об Давиду в этой грехах бы можно было умолчать. Понимаете, такое натворил. А Соломон, мудрость из мудрости, и вдруг женам предался, развратил сердце, понастроил к хамосу, там разным божествам. Я еще раз убедился, Библия истина, она ничего не скрывает. Вот первые жития писались, они более или менее, потому что сохранились от нотариев записи. А потом стали писать уже, брать что им нужно, как Дмитрий Ростовский. Это писатель, крупный писатель, талантливый писатель. Но писал, как монах, он все, никогда не встречался, не видел, просто сидел и выдумывал. Выдумывал, и конечно, схема уже известна, какая была он был. Покаялся, пришел, построил монастырь, мощи его пошли, тут все понятно. Но первых веков жития совсем не такие, считаешь. Они не похожи друг на друга. Они похожи в одном, в ревности, в великой ревности. И вот какое это делает люди сегодня различие? А как умер? В первый день Пасхи. А в первый день Пасхи, понимаете, солнце сияло. Вот это разве не доказательство, что святость? Или крестный ход был? И подходили мы зимой, и радуга была. Какое еще нужно доказательство? Библия не во что ставит все эти доказательства. Но первые в житии указывали все-таки, как это было. Ясный день был. Вот там протянул руку Александр Невский, взял рукописание сам у Макария. Может быть и так, я не знаю. Но во времена Симеона Столпника писали еще приближенных к действительности. И вот когда он умирал, в природе творилось что-то невообразимое. Поднялась страшная буря. А о бурях пишется, когда казнят колдуна, кого-то такое отличается. Здесь поднялась буря, закрыла весь белый свет. И непонятно, какие птицы кричали и летали. Я ничего не хочу сказать, но писали все-таки... А сегодня не написали бы это. Ни в одном житии так не написано, как у него... Что это? Природа скорбела, как солнце на распятие Христа затмилось. Но однако, вот так было. Не надо строить памятники, заниматься мифотворчеством. Вот эта канонизация, это памятники. А надо отойти от тех, кто это делал. Бытие, 43 глава, 10 стих. Если бы мы не медлили, я говорю о том здесь, что как думают люди и как на самом деле являются. И говорят, то уже сходили бы два раза. То есть все это предположительно. А два раза сходили, два раза вас, может быть, арестовали бы, ничего не было. Вот это слово «ес» многократно встречается в Библии. Вот было бы так, а вот так, ничего этого не было бы. А как Богу угодно. Вот он умер человек, а дальше мы не знаем, что с ним и где он находится. Но какие-то доказательства есть. Одно. Только одно доказательство. Ты хочешь его знать? 13 глава, 7 стих, послание к евреям. Вспоминайте наставников ваши, запятая, которые проповедовали вам Слово Божие. Не на столпе сидели, не с цепи себя приковали, не в колодье спрыгнули. Проповедовали вам. И, взирая на кончину жизни, и кончина жизни это результат его жизни, он так же до конца шел и упал, как пшела с медом, не долетела до улей и погибла. Подражайте вере их. Вот тогда подражайте. Вот больше ничего нигде не написано подражать кому-то другим. Больше нет ничего. Почему этот стих-то сегодня убрали куда-то? Поэтому в принципе сегодня подражать у русских некому. Макарию Алтайскому можно подражать. Иннокентию, который митрополит московский был и проехал в север, обращал народы. Стефану Пермскому обратил целую нацию. Переводил язык, Назырянский, Скотевангельно-Назырянский язык, Пермяки. И обратил людей, стал у них потом там епископом. Вот только это написать, канонизаторы, вот вам образец. Все кончилось. На одной руке пять святых, больше у нас нет. А остальные святые, да не надо строить гробницы. Господь осудил это все. Не надо, если бы, вот если было так. Иисус Новин, 7 глава, 7 стих. И сказал Иисус, о Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей Иордан, дабы предать нас в руки Амарея и попугубить нас. О, если бы мы остались и жили за Иорданом. Никто не знает, что было бы там и что было бы здесь. Не надо идеализировать прошлую жизнь. И Иисус Новин, в данном случае, просто перед безысходным стоял рвом. Он не знал, как его перейти, и Богу теперь предлагал, да лучше было бы как. А вот лучше бы, если бы не было революции, конечно лучше. Сто миллионов голов бы были на месте. А мы не знаем, куда эти головы привели бы. Все, что сейчас есть, Бог допускает для того, чтобы этими потрясениями нас привести к тем первым апостольским гробницам. Хотя Пушкин говорил нам, дым Отечества, там гробы отцов приятны. Самое приятное, это слова апостола Павла. Он приблизился к кончине жизни и подводит итог. Заканчивая свою жизнь. Веру сохранил, течение совершил. Течение это бег, славянское слово, бежать. А откуда течешь? Откуда бежишь? А теперь, готовиться и несправить, теперь Господь даст мне все. Веру сохранить это главное, и то течение, бег, в которое ты набрал эту силу. Не по гробницам идти. Господь все это приравнял к лицемерству. Строите гробницы. Он сказал, правильно, строите их, ходите, поклоняйтесь. Идите к живым людям. Оставьте мертвецам, хороните мертвецов. Чего тут не понять? Мертвецами он назвал людей, которые не пошли за Христом. Люди, которые оказались чужды благодати. А у нас сегодня Христос сказал бы так. Перестаньте выкапывать мертвецов. Перестаньте головы им отрезать. Ездят, гробницы строят, копчеги разные. Это то же самое. А когда этого же самого Евангелиста Луки сегодня читаешь, показываешь, Евангелист Лука, вот, ну что ты как баптист с Евангелем с Библией носишься-то? Да толку-то, что вы с головой-то носитесь? А что эта голова изерекла, вы этого не хотите видеть? Ты прочитай одно это Евангелие. Евангелист Луку начинает вот такая мощь, откуда... А ты посмотри, что он написал. Павла, чтите, да, посчитайте Павла. Вы хотите, чтобы я пришел к вам с любовью или с жезлом, с палкой железной? То есть я вам покажу правду. И он вполне допускал, что он может прийти с жезлом. Ну, понимая это духовно. Книга Испирь, 7 глава, 4 стих. Но вот проданы мы, я и народ мой на истребление, убиение и погибель. Если бы проданы были мы в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. Как будто так, предположительно. Но Господь за словом, если открывает великую тайну, плана его, как Бог все это выстроил. Дальше будет то, что сам царь располагается. И царица-то не думала, что на тысячелетия вперед будет праздник в Курим. В народе израильском по сегодняшний день. А этот Курим касается и нас, и ко христиане совсем не знают. Курим это бросать жеребий. Когда-то мы бросали жеребий и выбрали православную веру. У нас была возможность быть баптистами, католиками, мусульманами. Хотя мы и русские, некоторые принимают их веру. Нас Господь избрал. Ио, 31 глава, 31 стих. Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его напитались. Поясняю о том, что если бы мы жили, говорит, то мы бы так не сделали. Это слово «если». Входим в эту обстановку. А мы как бы поступили. Ио люди ценили. И ценили так. Непонятно. Мы готовы были насытиться от мяс его. Мяс его, златоуз говорит, то есть откусить от него кусочек. Такой-то сладкий был. Не саловать только, а откусить каждому немного. Это живое поклонение. Они смотрели на него, как на милосердного отца. Овцами моими питались люди. В шерсть овец все бедные были одеты. Первое к Коринфянам, 11.31. Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Судить надо себя. А положение будет тогда другое. Это мерка. Вот если бы мы жили тогда, то мы их не распяли бы. А вот это относится к нам. Если бы мы жили, вот я бы был здесь, тогда жил, я бы узнал, что будет дуэль Пушкина на Черной Решке, я бы побежал сюда. Я бы молил Дентеса. Да не смотри ты на него, он хулиган Пушкин. Иди ты отсюда. Ну пусть он еще пишет. Он только к Евангелию стал приближаться. А таких-то сегодня Пушкиных, может, рядом. Десятки мы их не видим. И до более ценных. Почему Серапима Саровского в то время никто к народу не побуждал? Он сам до этого уже дошел, что надо выйти. Но дальше колодчика не пошел. Там сел, к себе принимал. И через это стал известен всему миру. Мы только говорим о том, что знаем житие святых. А на самом-то деле люди не знают. Посмотри, какое отношение Христос показал к женщинам. Жены первые возвещают о воскресшем Христе. И они служили имением. Женщины вокруг Христа постоянно были. Мы читаем их, перечисляя там и Соломея, и Мария, и кого только не было. Дальше все будет по-другому. Вот Симеон тот же самый столкник. Он взял ограду послепенно. Ну деньги-то уже появлялись, жертвовали. Огромную ограду, как вокруг епархии местной, может быть, построили. Мать Марфа его пришла, он ее не запустил в ограду. Ну то у тебя уже все умерло. Женщина опасна, как огонь, когда зажигается любовь, к ней человек падает в грех плотской и прочее. Ну это твоя мать родная Марфа, которой 75 лет. Ну тебе уже ты истощился там кости одни. Не запускать. Ну мама пришла, не запустил, пока она не померла. А уж когда померла, тогда только разрешил ее занести. Уж как вроде к трупу вожделения у меня нет. Вот читаешь и иди, удаешься. И Серафим Саровский, это постник был, завалился полностью, чтобы ни одна женщина, ни бабушка, никто не приходили. Это отношение к женщине, как к роду человеческому. А это на первое место не берут. Построили, значит, свой теперь монастырек. И это мнение так по сегодняшнему не остается. Да женщины ведущую роль исполняли во времена апостолов. Андроник и Юник, кто такие? Акила и Прескила. Они наставили апостола будущего, из числа 70 Аполлоса. Если бы мы не строили гробницы выдуманным сказком, у нас было бы совсем по-другому. Мы бы понимали, что Христос сказал так. Да, так. А если бы они не написали, мне говорили. А если бы у нас жития не было? Да ни одного бы не было, ничего бы не изменилось. Даже ни одного бы не было. Нам достаточно житий, которые в Священном Писании. Жития Павла, апостолов в 12, жития Иисуса Христа. Прям напиши так. Жития Богородицы сколько есть, жития святых пророков. Тебе этого недостаточно. И всех побили. Тут прям подходит под этот стих. Третья книга Ездры, 4.18. Если бы ты был судьей их, кого бы ты стал оправдать или кого обвинять? Вот я засчитал этот стих. Скажите, а о чем речь идет? Почти ни один не скажет. Двое судят, а кого бы ты стал оправдывать и обвинять? О чем речь-то идет? Вот наше знание Писания. А это, оказывается, лес и море судятся. И море говорит, мне надо еще и тайгу занять. Я подмою. А лес говорит, нет. Я буду шишки бросать туда. Прорастут семена, и я постепенно от моря отвоюю. Ну, написано, пошел пожар, все смыл, море отступило. А кого бы ты, как судья, стал оправдывать? Вот так люди борются за каноническую территорию, за землю где-то. Кого бы ты судил? Если бы ты был судьею. Если бы ты был судьею, сказал так. Господи, суди нас по нашему неразумию не строго. Ни одного умного судита сегодня не найдешь, который перед началом бы встал и помолился. Господи, меня называет Ваша честь. А честь вся у Тебя. А я ничего не знаю. Я не знаю, люди лгут, они свидетелей лживых могут набрать. Покажи, как правильно быть. Давайте все помолимся. В каком суде сегодня это будет-то? Да никто. Да нигде. Ни в Америке нигде этого не будет. Послание Еремии 1, 26. Если бы кто поставил их прямо, они не могут сами собой двигаться. Если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. Но как перед мертвыми полагают перед ними дары. Тут, наверное, можно догадаться, о чем речь идет. Речь шла об идолах. А сегодня вот точно такое отношение к иконам. Показывает храм. Благосостояние патриарха. Люди монетки прилепляют на морозе. Но та же самая жертва, как лоскутки у бурят, тряпок и у монголов. Наше отношение точно такое же к иконам, как к идолам у языческих народов. Понимаете, без иконы обедать не пойдут, за собой икону потащат. И везде храмы сейчас называются. Иконы, иконы, в честь, иконы, в честь, иконы, в честь иконы. Я не встретил ни одной еще иконы, а сказать, храма, названного в честь Иннокентия, митрополита Московского. Это был настоящий апостол. Ни одного. А почему не назвать в честь Макария, Алтайского? Да еще и подчеркнуть, что это переводчик. Псалтырь 14 раз упоминает слово «если бы». То есть Давид проигрывал разные ситуации, входил в это положение, где «если», а как бы я поступил? Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Бог». «Ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал?» Да ясно, для этого я пришел в храм беззаконие удали. «Ничто так не препятствует, никакая стена». «Если бы я сам видел беззаконие, то я боялся бы Бога, я бы не открыл это и не ждал, не открыл бы мое желание. Я бы не получил желаемого». В Новом Завете, ну кажется, все ясно, четко, никаких уже сомнений нету. 65 раз упоминается «если бы». Если бы мы жили в это время, то мы бы... Все время это остается в силе. Вот несколько мест. Лукаш 16, 31. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. То есть, если островок изменится, царя Николая сегодня подобного найдут, так образом сказать, клонируют, ничего не получится. Народ остался тот же самый. А сегодня был бы Давид, пророк, ничего бы не сделал. Если бы ему дали ту же власть, какая у него тогда была, он бы землю засыпал трупами. Всех взяточников он сяду бы, как в Китае, зарубил, расстрелял, и тогда бы, может быть, что-то сдвинулось. Но мы вернулись бы в Ветхий Завет на 3000 лет назад. А ну а что тогда делать? Только молиться. Как-то мы начнем исправляться, внезапно какое-то изменение будет и в правителях. Я не знаю, как только это будет. 1 Иоанна 2, 1. Дети мои, если я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа праведника. Настройся на этом. Тебе будут говорить, да какой ты верующий? Он говорит, мы имеем ходатай. Да если бы я пал, согрешил, сделал те же грехи, что Давид, мы имеем праведника Христа Иисуса, чтобы к нему не возвращаться греху к этому. 1 Иоанна 2, 1. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. 1 Коринфян 2, 8. Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа. Если бы познали Бога, как должно, Христа, то сегодня прекратилось бы строительство храмов, мощи бы все с почестями, с великими, с молитвослоями зарыли бы землю, прах придали бы прах. И я знал, если бы познали Господа люди, изменилось бы все, крестные ходы прекратились. Начались бы в семинаре учить, как благовествовать, как идти к сектантам, притом с любовью, не просто, а не проклятые окаянные. Специально отдел открыли бы как к мусульманам, а те бы сразу противодействовали. Кого поймаете, сразу режьте. А первые христиане прошли через это. Начали обращаться мусульманские вожди. Просто житие святых подсказывает на это. 1 Коринфянам 11.16 А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычаи ни в церкви Божьей. Вывод. Как будто бы у нас спорщиков нет. А если есть, пусть он один остается. Верующий спорить не должен, он должен только засвидетельствовать и возвестить. 2 Коринфянам 11.4 Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали вам, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Это сегодня. О чем угодно. Приди, говори, Ивана Грозного канонизировать будут. И Талькова собирается канонизировать, потому что он убитый. Павла определенно свинцом рисует императора Павла Масона. Это другое благовестие. И вот с таким желанием принимают. И как люди активно противодействуют, когда говоришь, этим заниматься нельзя, суд Божий откроет, это никому ничего не даст. Вы просто помните, я пришел в храм благоговейно. Я не знал, как в храме быть. Стал читать «Житие святых» написано, и во время службы он никогда не облокачивался. У меня учителей не было, я больше ни разу не облокотился. Вы слышали? А если бы я был, хоть какой ты будь? И ногу вот так одну ослабить, а вторую. Тоже, говорит, никогда ногу не расслаблял. Кто говорит? Большой святой Григорий Богослов. Я уже сколько раз говорил. И он говорит, что что ноги поджал, как журавль на болоте? У них были очень образные выражения. А если бы я был, да ничего, ты не можешь быть апостолом. Ты в храме, стой нормально. Ты в храме молись. И Бог сделает через себя многое. Галатам 1.8.10. Но если бы даже мыс или ангел с неба стал благовествовать, не то, что мы благовествовали вам, да будет анатема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христом. Вот это если. Никогда ты не сможешь оставить след, след за Господом идешь, если будешь угождать людям. Вот я должен угождать людям? Я должен поставить цензором, чтобы был епископ, каждый срочку проверял, вот это не надо, это вычеркивал. Я понимаю, что такое цензор. Цензор это угождение людям. Я перед Богом свидетельствую. У меня цензора не было, кроме моей совести, а это Бог знает какая, и моего Бога и Священного Писания. Галатам 5.12. Ой, если бы удалены были, возмущающие. Если бы. То есть это желание. А почему они не удалены? Да потому что им уже при жизни построили гробницы. Их уже чтут как мощи. Слово мощи, вы не думайте, что мощи это что-то другое, не того, что умирает. Человек умирает, любой, это уже мощи. И одновременно называется труп. Я говорю, тут пошли сегодня трупу поклоняться. Да как ты посмел так сказать? А если мощам, то можно. А это труп. И явится, как говорят, орлы, собирается к трупу. Трупом назван Христос. А вот такое мнение построили словам, своим выражением. Ну это свои гробницы тоже. Не надо бояться называть вещи своими именами. И если нас Господь сегодня призывает на то, чтобы мы чтили пророков не гробницами, а следованием за ним, надо откликнуть и сказать, Господи, я чту их. Отцами я не признаю тех, которые распяли и гнали их. А отцы у нас одни, святые апостолы и все благовестники. Аминь. Аминь. Аминь.